И вновь добрый вечер всем любителям трекового велоспорта. Мы вновь перемещаемся в столицу Голландии, Амстердам, где продолжается шестидневная серия трековых гонок. День четвертый у нас на очереди. Интрига с каждым днем становится все интереснее. Интрига продолжает существовать. Это самое главное. Ну и сразу несколько коллектива борются. И это тоже ведь важно. Обо всем этом по порядку. Давайте сегодня на Телеканале Евроспорт 1. Для вас работает звукорежиссер Михаил Риполов, ваш комментатор Атарма Мучашвили. Ну и давайте посмотрим на серию шестидневных гонок. В Лондоне мы с вами уже были. Сейчас Амстердам. В январе два старта в Берлине и Копенгагене. Финал сезона на Майорке 17 марта. Не пропустите наш телеканал. В полном объеме всю эту серию гонок обязательно покажет. Шикарный город Амстердам. Видим мы местный главный парк отелей. Ну а сейчас перемещаемся на центральные улицы. Многочисленные каналы Амстердама. Все-таки портовый, крупный город. И столько всего интересного есть в нем, что посмотреть. Но у нас достаточно строгая программа, которая предусматривает соревнования внутри вот этого самого замечательного амстердамского овала. Где четвертый день к ряду уже соревнуются одни из сильнейших стрековых мастеров. Ну а внутри овала всегда хорошее настроение, всегда отличная атмосфера. Есть возможность посидеть, что-то обсудить. Может быть что-то выпить. Ну а это Кенни Декеттель и Морену Депо. Лидеры по итогам трех дней соревнований. Общий зачет сейчас вы видите на ваших экранах. Лампетер и Калдс проигрывают им всего-навсего 39 баллов. Это не так много. Графсман и Байер на третьей строчке. Ну и вот мы видели, что Теннант и Лейтем все-таки сошли с этой гонки. Все-таки травма Лейтема не позволяет ему выступать. Приболел еще и Альберт Торрес. Поэтому Раведри был вчера приставлен в одиночку от испанской команды. Болел в начале и Раймонд Креддер. Но сейчас похоже с ним в порядке. Они с Никитей Эрпстерой продолжают выступать. Это конечно же команда под номером 9. Ну что касается женского умниума. То Оля Баркли выиграла Скретч. Тоже достаточно важно. Ну и вот программа сегодняшнего шоу-тайма. Начинается все со спринтерских финалов. Затем 40 кругов за Дерни. Гонка на выбывание женская. 200 метров Мэдисон разделка у мужчин. 10 километров гонка на очки у женщин. В рак-пак завершение вот такой укороченной версии умниума. Финал в Кирине. И затем заключительный Мэдисон у мужчин. Что скажешь о шоу? Спрашивают у Элис Ликти, прекрасного спринтер-шоу, олимпийского чемпиона в Кирине. Ну мне конечно тут очень нравится. Шикарное зрелище. Отличная атмосфера. После победы в Рио, что скажешь, как вообще время проводишь? Ну на самом деле я получаю удовольствие от каждой гонки. И даже когда в рамках зрителя нахожусь, особенно тут, в Амстердаме, это все невероятно. Ну вот у Италии есть жиры до Италии, у Франции Тур-де-Франс. А вот что у Голландии? Может быть какая-то нужна тоже крупная гонка? Ну да, почему бы и нет. Всегда выступать, когда поддерживать домашняя публика, очень приятно. Я думаю, я каждую гонку тут посмотрю. И, конечно же, поучаствую вот в этом празднике. Тос Элес Ликтли, олимпийская чемпионка Рио-де-Жанейро. Ну и начинаем мы с спринтерских видов. Видим мы стандартный состав. Нильс Ван Хундердал. Вот как раз на наших с вами экранах. Эллерс, Ливий, Кох, Роттерэм, Хугланд. В общем, все те спринтеры, которые сюда приехали. И сегодня вновь мы увидим, как они будут друг с другом бороться. Ну вот, Максимилиан Ливи под первым номером. Рефри Хугланд под четвертым. Нейт Кох. Все в таком же шикарном настроении. Нильс Ван Хундердал. Вчера был очень неплох. В Киеве как раз таки. Ну и вот начинаются сразу же тактические игры в этом матчевом спринте. Кох впереди Ван Хундердал. Чуть повыше располагается. Выходит вперед Ван Хундердал. Не боится с первой позиции работать. Сейчас выпускает Коха вперед. Вот такая вот тактическая борьба интересная завязывается. И первым Кох начинает спринт. Сверху накатывает Ван Хундердал. Хорошо садится ему на колесо и сейчас будет пытаться выходить. Давайте посмотрим, как это у него получится. Не выходит. Кох выигрывает. Хотя казалось, что Ван Хундердал сумеет выйти с колеса. Смотрим повтор. Ну да, Кох впереди. Кох побеждает. Ну напомню, что в общем зачете спринтера по-прежнему пока лидирует Максим Ильян Ливи. Но очень рядом располагаются Джеффри Хугланд и Аким Эйлерс. Так что борьба в спринтерском зачете продолжается. Я думаю, до последнего шестого дня она и продлится. Ну а это у нас Мэтью Родерхэм против Джоффри Хугланда. Хугланд очень неплохо себя чувствует в матчевом спринте. И, конечно, он фаворит в этой паре. Но Родерхэм может преподнести сюрприз. Ну вот давайте посмотрим. Вперед выходит Хугланд. Родерхэм пока у него на колесе. Ну вот наверх забирается Родерхэм. Виляет тут же Хугланд. И пока без сюрпляса. Сегодня, хотя уже нам показывали спринтеры, как они умеют. Выстреливает Родерхэм. Атака заранее. Интересно. Но тут еще два круга. Я не уверен, что Родерхэм сумеет удержаться. Хугланд все-таки достаточно быстр. Хорошее преимущество у Родерхэма. Ну вот начинает накатывать Хугланд. Но не хватит. Похоже, просто-напросто не хватит ему времени, чтобы выйти с колеса. Не может быть. Начал радоваться Родерхэм. А Хугланд вылетел на него с колеса. И, по-моему, успел. Успел одержать победу. Невероятно. Давайте смотреть повтор. Да, так и есть. Хугланд побеждает. Ну, невероятно. Может быть, где-то сэнсценирован был такой сценарий. Может быть, это изначально было задумано. Но выглядит очень забавно. Ну вот, давайте смотреть. Видит Родерхэм, что у него большое преимущество. Еще раз оглядывается. Заходит в последний вираж. Еще раз оглянулся. Вроде как все спокойно, уверенно, в его пользу. Но не тут-то было. Ну, конечно, все это большое шоу. И я думаю, что сейчас зрители изрядно повеселились. Что ж, Аким Эллерс на ваших экранах. Очень важная соперничество у него сейчас с Максимилианом Ливи. Ну и вот он, Максимилианом Ливи, на наших с вами экранах. Максимилиан, Максимилиан, Ливи, на наших с вами. Максимилиан, Ливи, на наших с вами. Эллерс на вашу с вами. Так, ну что, будет Сиркляс? Похоже на то. Эллерс не так просто держаться. Но тоже встает, тоже встает, тоже держится Интересная тактическая борьба пошла Обычно Эллирсу не очень нравится подобное шоу Ему не так легко долго находиться в подобной стойке Обычно первым он выезжает вперед, но так и есть Начинает Эллирс разгоняться, Ливи пока внимательно следит Сидит у него на колесе Очень равная борьба И что же, Ливи будет пытаться выйти с колеса Начинает он это делать достаточно быстро И уверенно в этот вираж Ливи входит уже первым Сумеет ли добавить Эллирс? Ух ты! По-моему Ливи успел По-моему Ливи одерживает победу Хотя потребуется нам фотофиниш для того, чтобы в этом убедиться Да, так и есть, я думаю, что Ливи первый Так и есть, Максимилиан Ливи победитель этого заезда Здорово, здорово достаточно отработал Ливи Все четко, все уверенно И красивая победа Оба выкинули вперед велосипед Ну и вот они результаты Ливи первый, далее Эллирс, Хугланд, Родер Аэмкох и Ван Хондердалл Замыкает эту шестерку Что ж, пока у нас небольшая пауза После чего обязательно вернемся И продолжим смотреть за Амстердамской шестидневкой Возвращаемся в Амстердам И продолжаем следить за шестидневной гонкой Которая тут проходит Давайте дождемся общего зачета Максимилиан Ливи уже хорошее преимущество У него на Джоффри Хугланд Амой Яким Эллирсом Родер Хэм Ван Хондердалл и Кох Проигрывают совсем много Ну и начинается жеребевка заездов за Дерни Одно из самых увлекательных зрелищ Которые тут предусмотрены Ждем мы появления Туже стандартной музыки Заезд за Дерни 40 кругов Вслед за водителем Они определяются жеребевкой Эти самые водители Дерни По сути Ты постоянно двигаешься в Слипстриме И соответственно Кто быстрее эти 40 кругов проедет Тот и становится победителем Очень увлекательный Очень быстрый Самый быстрый вид И динамичный Конечно же Быстрый вид И конечно же Динамичный Ну и начинаем Морена Депол Поедет вместе с Ну это же конечно же Наш любимец Валтер Хабрект И по-моему Морена Депол Очень доволен этим фактом Дженф Морис и Рене Кос По прозвищу Космен Идем далее Кто австрийская паре Достается Андреас Мюллер И Кристиан Депел Марк Хестер И ему достается Ну конечно же Конечно же Микель Вартен Самый быстрый Пуля Такое у него прозвище Но главное Чтобы эта пуля От Хестера Не уехала А то уже Один раз такое было Вот американской паре Достается Никто иной Как Рон Зайлард По прозвищу Босс Или же Шеф Хувер поедет Вместе с ним Ну и Ник Штоплер Вместе с Петером Молманом Стоплер Молман Маурис Кос Мюллер Дипел Депоа Хойбрект Хестер Вартен И Хувер Зайлард Вот такие вот пары ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Пока разгоняются водители Дерни Они уже на треке Гонщики, похоже, тоже готовы Пока нам показывают Промежуточное расположение сил В генеральной классификации гонки Где Кенни Декеттель и Морене Депоа Все еще лидируют Лампатер Калстарей Деграссман и Байер Третий Но, конечно, основным фаворитом Тут является Морене Депоа Но тут еще слаженная работа Со своим водителем Дерни Многое решает ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Ну и вот все готово к старту 40 кругов Гонка за Дерни Стартует прямо сейчас Ну и вот начинается Впереди Стоплер и Депоа пока Подтягивается Мауриз Интересное должно быть соперничество Хорошая скорость очень у Питерса и Депоа Пока они вдвоем впереди Депоа в первый Рой Питерс второй Так, ну, кстати, изначально показывали, что Стоплер От тринадцатой команды Но в итоге выясняется, что Питерс Интересно От тринадцатой команды От тринадцатой команды Хестер очень опытный боец Хестер очень опытный боец И за ним нужен глаз на глаз Учитывая, что вместе с ним Вартен Пуля Пока подтверждает он Своими Посмотрите, как резво сейчас Он начинает добирать Одного за другим Двадцать восемь кругов Остается до финиша Очень скоротечная Очень быстрая гонка Получается, что в сумме На восемь километров Но эта тройка уехала далеко Хестеру догнать будет не так просто Депо по-прежнему лидирует Питер второй Мауриз третий На данный момент Вот такое вот расположение сил Ну и вот грамотно Достаточно сейчас Везет Хабрект с Депо Близко к синей линии Поэтому, чтобы другим обогнать Нужно уходить еще шире Еще больше лишних метров Проехать И, конечно, это на руку На руку На руку Мараны Депо Ну вот, пожалуйста Сейчас лишние метры нарезает Сейчас Питерс Или же все-таки Штоплер Ну вот отсюда Очень тяжело разглядеть Вначале нам писали, что Штоплер Сейчас, что Питерс Ну вот вдвоем Депо И Тринадцатая команда Будь то Штоплер Будь то Питерс Уезжают От всех остальных Но не сдается сейчас Обратите внимание Маурис Приближается он К первой паре И пока не стоит Его списывать за счетов А вот, по-моему, Штоплера Силы закончились Сейчас тяжеловато Он смотрится Будем откровенны Питерс 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 Пятнадцать кругов Остается до финиша И посмотрите Все выравниваются Вот он, Хестер Уже совсем рядом Американцев проходит на круг А Хестер Тем временем Обходит Мауриса Депоу лидирует Как мощно сейчас Включается Маурис Обратите внимание И вот, интересно, еще одна попытка Штоплера Обойти Депоу Депоу теряет колесо Теряет колесо Своего Дерни Возвращается Депоу На колесо Хабракцуно Начинают они отставать Ой-ой-ой-ой-ой Что творит Хестер-то? Откуда он вообще взялся? Невероятно Хестер теперь уже обходит Уже и Штоплера А теперь уже потерял Своего Дерни Штоплер Невероятная какая-то ситуация Теперь уже Депо Начинает накатывать Да, какой расчет Грамотный в исполнении Хестера Отличная гонка в его исполнении Заслуженная победа седьмой команды Сейчас будет Ну а что там преследователя? Тяжело Тяжело Марино Депоу Важные очки Должен был набрать Он сейчас Но похоже Не получится это сделать Да, вот такие вот ошибки Иногда бывают И ничего с этим не поделаешь Отличная победа Вартена и Хестера Без каких-либо шансов для их соперника Расчет был Действительно Замечательно Да, как далеко В итоге финиширует Депоу Марк Хестера Микель Вартен Вот на этот раз Вартен все сделал идеально Отличная победа Микель Вартен Что ж, очередная у нас пауза возникает Следом у нас, кстати говоря, женская гонка на обывание Отличный, очень интересный вид Что ж, женская гонка на обывание Женская гонка на обывание Нас теперь ждет И будем ее наблюдать После небольшой паузы Никогда не уходите Возвращаемся на амстердамский трек И наблюдаем за женской гонкой на обывание Ну вот пока награждают Марка Хестера И Микеля Вартена За эту замечательную победу Эли Баркер выиграла скрэч Ну и смотрим на состав Баркер Бронзини Шарт Конфолоньери Дезоте Гюрли Конковска Кодерер Ласт Маркус Палер Пол Ральмаркерс Ван Рисен Шмидт И Винтер Олсен Очень сильные составы, между прочим Продолжение следует... Что касается летучего круга То тут победу одержала Лорин Ван Ризен Обошла она Эмму Конковску и Элинор Баркер Четвертое это была Джорджия Бронзини Третье Татьяна Палер Третье Татьяна Палер Ну вот дан старт Каждые два круга кто-то будет выбывать Ух ты, какое опасное сейчас Ситуация была Итак, кто это у нас первый покидает трек Давайте посмотрим Номер семь Эмма Конковска Которая так хорошо выступила В летучем круге Да, очень обидно для нее должно быть Очень нелегко, кстати говоря, судим На таком маленьком треке Так много девушек Определить кто последний Ну вот тут разобрались Теперь, по-моему, девушка под восьмым номером выбывает Это у нас Вера Кодурер Смотрим далее Опасная позиция Для Марии Конфолоньери Так даже кажется, что она особо не упирается Но я думаю, сейчас будет накатывать По внешнему радиусу Или же нет Или же сил совсем не осталось У итальянки Поехали Поехали Совсем уже нервно становится внутри этой группы. Третья 14 номера теперь в опасности. Шард и Лорин Ван Ризен. Ван Ризен никак нельзя выбывать. Она сейчас начинает подтягиваться. Милен де Русс. Вот это да. Милен де Зюд. Как же так-то? На самом деле вот изначально от этой девушки ждали очень хорошего выступления именно в этом виде. Мы продолжаем наблюдать за тем, что происходит сейчас. Сейчас вновь в опасности у нас Лорин Ван Ризен. Начинает подтягиваться. Ну и что сейчас? Похоже, что Бьянка Ласт выпадает. Еще один контрольный круг на очереди. Так, а теперь, по-моему, 16 номер. Эмили Винтер Олсен. Или же 13-й все-таки. Третий, знаете, вот это да. Мэган Чад. Не повезло. И, конечно, на внутреннем радиусе она осталась и ничего не смогла противопоставить. Ну вот 10 девушек остается сейчас на треке и намного интереснее становится ситуация. Для Олсен опасная ситуация. И, по-моему, она сейчас выпадает. Да, так и есть. Ну вот теперь уже Эмили Винтер Олсен и тут уже никуда не деться. Очередная контрольная засечка. И вновь трудности у Лорин Ван Ризен. Сколько раз она уже оказалась в этой опасной ситуации. И как сейчас не вылетает представительница Голландии. Вместо нее отправляется отдыхать Лидия Герли из Ирландии. По-прежнему на последней позиции Иван Ризен. Ну вот любопытно, как далеко она сумеет забраться из такой ситуации. Ну вот сейчас, похоже, уже. Ничего не сделаешь. Да, Лорин Ван Ризен. Было видно, как ей тяжело. И сейчас она выбывает. Элли Баркер все еще в гонке. И, конечно, за ней особое внимание. Она выиграла один вид. Она стала третьей в другом. Главный претендент на победу в женском омниуме, между прочим. Ну и давайте посмотрим. В опасной ситуации теперь уже Джорджио Бронцини. Великолепный шоссейный спринтер. Но выбывает не она, кстати говоря. Стефани Поль. Следующая девушка, которая выбывает. Но, конечно, очень тонкий вид. С одной стороны, нужно держаться подальше от последних позиций на внешнем радиусе. Но ты больше сил тратишь, находясь впереди. Тяжело подобрать грамотную тактику. И поэтому многие говорят, что этот вид во многом случайен. Что фактор случая тут очень велик. Но, как мне кажется, это вовсе не так. Как мне кажется, действительно тут зачастую выиграют одни и те же люди. Причем которые реально сильнее. Пять девушек остается всего-навсего. У нас. Ну что. Тринадцатый номер. Это, между прочим, у нас Марит Райтмайкерс. Представительница Голландии. И, по-моему, как раз она сейчас выбывает. Или же нет. Нет, все-таки она. Марит Райтмайкерс. Четыре девушки остаются. Баркер по-прежнему в игре. Бронцини достаточно быстро, но в опасной позиции она находится. И Джорджи Бронцини также покидает трек. И у Баркера очень хорошие шансы сейчас. Бронцини была одной из главных ее соперниц. Так, показывает нам эту тактическую борьбу. Бронцини. Бронцини. Элли Шмидт против Баркер. Вот такая вот у нас диспозиция, похоже, сейчас. Баркер и Шмидт. Ну что, кого вы выберете? Я бы, конечно, за Элли Баркер. Проголосовал, поставил, уж не знаю, как вам больше нравится. И вот она пошла, атака в исполнении Элли Баркер. Ну и, похоже, на этом все. Да, насколько же она хороша. И вот в очередной раз вопрос о том, насколько случайно можно назвать этот вид. По-моему, никакого ли случая тут и вовсе нет. Абсолютно закономерная победа Элли Баркер. Но мы еще будем сегодня наблюдать развязку этого, этого вида. Развязку женского омниума. Он проходит именно в этот, в четвертый день соревнований. Но, конечно, у Баркера очень хорошие шансы, чтобы одержать победу. Баркер выигрывает. Далее Шмидт, Маркус, Бронцини, Райл Майкер, Сканфеланьери, Поль, Ван Рисен, Лорин и Герли. Далее Шмидт, Маркус, Бронцини, Райл Майкер, Сканфеланьери, Поль, Ван Рисен, Лорин и Герли. Что ж, сейчас у нас будет небольшая пауза. После чего обязательно вернемся. Далее Шмидт, Маркус, Бронцини, Райл Майкер, Сканфелань, Лорин и Герли. Возвращаемся в Амстердам и смотрим, что у нас дальше. По счету, по ходу. 200 метров Мэдисон командный в исполнении мужчин в рамках шестидневной гонки. Пока вы видите общий зачет Омниума. Тут, в принципе, все достаточно просто. Элинар Баркер продолжает уверенно лидировать. Как можно быстрее надо проехать один круг. Гонщики из одной команды разгоняют друг друга. И вот так вот путем передачи эстафеты выпускают на боевой круг. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» И начинаем мы с австрийской пары. Начинают они потихоньку разгон. Очень сконцентрированы, очень настроены. Сильная пара, между прочим, этих двух австрийцев. Посмотрим, что они сейчас умеют показать. Ну что ж, секундомер у нас уже идет. И не самый лучший результат. 11-439. Сегодня мы увидим и более качественные результаты, я уверен. Идем далее. Десятая команда. Грассман и Байер. Серьезные соперники, между прочим. Серьезные. Личности на этом треке. И действительно, за три дня они сумели очень многого достичь. Сейчас идут на третьей строчке в генеральной классификации. Серьезные соперники. Продолжение следует... Ну и вот готовы они отправиться на дистанцию, но нет, нет. С такой передачи эстафеты далеко они не уедут, я уверен. За 11 секунд, если выйдут, то будет хороший результат. Не очень они настроились, если честно, на этот вид. Пока первые 10751, да, все-таки неплохой результат, надо сказать. Я поторопился, сказав, что не самое лучшее у них начало. Но мне кажется, вот передание эстафету чуть более акцентировано. Могли вообще из 10,5 секунд выйти, а это потенциальная заявка на победу. Пока все три дня в этом виде побеждал швейцарский дуэт Клауди Имхов и Тристан Марге. Ну вот посмотрим, что сегодня получится. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Штоплер вместе с Питерсом. Ох, чуть-чуть уступают. 10-807, но вообще в целом сегодня все это смотрится гораздо быстрее и гораздо интереснее. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Ники Терстра и Раймонд Кредер. Очень сильная пара. Ники Терстра будет разгоняющим. Кредер будет пытаться показать самый быстрый результат на данный момент. И им это вполне по силам. Хорошо передал эстафету Терстра. Но теперь все в руках, а точнее в ногах Кредера. 10.728. Они становятся новыми лидерами. Молодцы. Хороший результат. Выше 67 км в час средняя скорость. Это достаточно здорово. Ну и вот Терстра, пообразительное, как вытолкнул вперед Кредера буквально. Здорово сработали. Здорово сработали. Смотрим на Хестера вместе с Морковым. Отличное время. 10.595. Молодцы датчане. Сегодня вообще отличный день они проводят. И после успеха Хестера в заезде за Дерни, теперь еще и тут великолепный результат. И, похоже, это еще не предел. Испанцы. Альберт Торрес и Мура Ведри. Ну что, посмотрим, восстановился ли Торрес сейчас. 10.690. То ли трек сегодня стал еще быстрее, то ли вот так вот по ходу начали разгоняться у нас гонщики. Набирать форму. И, смотрите, сегодня, что не время, то очень достойный результат. Третья команда. Пим Ликхарт и Йенс Маурис. Ликхарт на этот раз будет разгонять. Маурис спринтовать. Ну, посмотрим, как у них это получится. Ликхарт на этот раз. Начинает разгон. Так, давайте смотреть. Здорово растолкнули. И Маурис. Обладатель очень хорошего индивидуального хода. И на шоссе в том числе. Здорово сейчас он сумел добавить. Их результат. 10.656. Все-таки пока не лучшее время, но очень близко к этому. Добавляйсь. Вим Струйтинга и Юрий Хавик обожают эту пару местная публика. Ну и давайте посмотрим, что они сумеют показать. Вчера они были невероятно быстрые. Ох, какой разгон сейчас в исполнении Вима Струйтинга. Невероятное время. 10.615. Да, внешне казалось, что Струйтинга сейчас должен лучший результат показать. Но нет, пока только третий Хавик из Струйтинга. Но впереди, разумеется, все самые сильные пары, которые только остались у нас. Расстроены сейчас немного, но что поделать. Американцы. Хувер и Ковальчик. Любимая дистанция американцев, кстати говоря. Внешне неплохой разгон сейчас у них. Начинают накатывать вот этот важный момент. Выбрасывает Ковальчика вперед. Ковальчик начинает набирать обороты. Добавляет темпа. Ускоряется в вираже. Посмотрите, как сейчас сквозь боль он буквально стиснув зубы. 10.693. Ах, обидно, обидно. Чуть-чуть не хватило американцам, чтобы стать виртуальными лидерами. Ну, а впереди у нас три сильнейшие пары. Которые, конечно же, скорее всего, текущих лидеров с первой позиции подвинут. Смотрим Декеттеле и Депо. Декеттеле. Да, вот действительно шестидневные гонки у них крови. Они прекрасно умеют их ездить. Смотрим на Морено Депо, которого замечательно растолкал Кенни Декеттеле. Внешне тяжеловато, но на деле-то результат отличный. 10.410. Новые лидеры. Новые лидеры. Кенни Декеттеле и Морено Депо. Выше 69 км в час. Средняя скорость. Новые лидеры. 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 Лампатер и Калс одни из тех, кто могут бельгийцев подвинуть. Лампатер вновь раскатывает Калса. Мы каждый день буквально за подобной картиной наблюдаем. Очень мощен Калс. Напомним, 10-410 с текущей ориентир. 10-386. Они лучше, чем Декет или Депов. Пусть и немного, но быстрее. Отличная передача эстафеты. Посмотрите, как мощно они сработали. Ну и остается всего-навсего одна пара. Одна команда, но эта команда все три предыдущих дня этот вид выигрывала. Тристан Маргей и Клаудио Имхов. И они уже на дистанции. Они уже начинают разгоняться. Очень мощно сработали сейчас. И результат 10-367. Четыре дня из четырех. Тристан Маргей и Клаудио Имхов одерживают победу. Ну что, сумеет ли кто-то завтра или послезавтра с швейцарцами в этом виде посоперничать? Я что-то сомневаюсь. Уж больно они хороши. Что ж, Маргей и Клаудио Имхов вновь побеждают в этом виде. У нас сейчас будет еще одна пауза, после чего будем смотреть завершающую стадию женского омниума. 10 километров. Гонка на очки. Никуда не уходите. Мы скоро вернемся. Возвращаемся на полотно амстердамского трека. Видим мы, что Декетель Депо вновь завоевали круг преимущества. После очередного вида набрали на 400 с лишним баллов и, соответственно, этот круг преимущества и получили. Декетель Депо вновь. Продолжение следует... Едут на 10 километров и, соответственно, разыгрываются каждое определенное количество кругов баллы. Если завоевать преимущество в круг, как мы говорим, нарисовать круг, то за это дается дополнительных 20 баллов. А так на промежуточных премиях 5, 3, 2 и 1 балл за 1, 2, 3 и 4 места соответственно. Смотрим мы положение после трех видов. Баркер лидирует. Дали Ван Ризен и Брунцини. Четвертый Маркус. Дали Шмидт, Поль, Паллер, Конковска и Герли. Дали Шмидт, Поль, Паллер, Конковска и Герли. Ну, с камерой Ласт мы наблюдаем за гонкой сейчас. Бьянка Ласт. Все готово к началу, по сути. Ну вот, вы слышали выстрел. Старт дан. 50 кругов у нас. Каждые 10 кругов будут разыгрываться промежуточные премии. Ну и давайте смотреть. И сразу же моментальная атака от девушки под номером 8. Это у нас Вера Кодудер. И сразу же моментальная атака от девушки под номером 8. Ну что ж, есть и напарница по атаке Кодудер. Это, между прочим, не потайная, как Амалии Винтер-Олсен. Получится ли нарисовать круг? Нет. Похоже, внимательно за ними следят и не должны позволить. 45 кругов до финиша. Но пока не слишком активное преследование. Да, понятно, не особо претендуют эти девушки за победу в генеральной классификации. Но, тем не менее, нехорошо так сразу на круг отпускать, как мне кажется. Показывает нам промежуточное расположение дел в генеральной классификации. Тут в этом плане все пока без изменений. Нельзя на круг отпускать в любом случае никого. Иначе это моментально будет означать поражение. В первую очередь относится Келленор Баркер. Калфоланьери также приближается к девушкам, которые сейчас лидируют. Ну вот, давайте посмотрим, как состоится розыгрыш этой промежуточной премии. Кто сумеет одержать победу. Так, 5 баллов Трина Шмидт. 4 балла Татьяна Паллер. 2 балла Мария Канфоланьери. 1 балл Эмма Канковска. На данный момент это вот так вот выглядит. И вот эта вот четверка сейчас имеет неплохое преимущество. Потихоньку к ним пытаются переложиться. Четвером уезжать в подобную атаку невероятно выгодно, потому что все баллы автоматически отметаются. Что является существенным преимуществом. А если еще и круг получится нарисовать, то и вовсе все хорошо. Продолжение следует. Редактор субтитров А.Семкин. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова. Очередной промежуточный спринт сейчас у нас на очереди. Эленор Баркер тут как тут? Очень внимательно. Обратите внимание, она действует. Понимает, когда ей нужно включаться и что делать в эти моменты. Чувство гонки это то качество, которое необходимо настоящим специалистам Омниума. И особенно это касается гонки на очки. Почувствовать нужную атаку, пойти самой в атаку, когда это необходимо. Накрыть может быть чей-то рывок. Штрина Шмидт выигрывает промежуточную премию. Далее Конковска, Ласт и Паллер. Вот так вот вторая промежуточная премия завершилась. Шмидт, Конковска, Паллер на данный момент в рамках этой именно гонки. Вот так вот располагаются силы. В пользу девушки из Дании. Трина Шмидт. Ну и по-прежнему вот эта вот группа держится впереди. И все опаснее и опаснее они становятся. И похоже, наконец, удается им добиться того, ради чего они, собственно говоря, эту атаку предпринимали. Нарисовали они круг. Шесть девушек тут у нас впереди. Двадцать три круга, тем временем до финиша. Розыгрыш очередной промежуточной премии у нас приближается. И вновь успокаивается у нас сейчас ситуация в гонке. Очередной звон колокола. Сейчас зачетный круг. Кто тут будет первым? Ну и ждем подтверждения результатов. Очень, очень грамотный подход в исполнении, кстати, Марии Конфоланили. Она подождала, прежде чем догонять на круг других девушек. Забрала пять баллов за промежуточную премию. И только после этого добрала всех остальных на круг. Еще двадцать дополнительных баллов с тем самым получив. Очень умно, очень хитро и действительно здорово. Еще одна атака в исполнении Вера Кодерер. И похоже, Амелин Дезот отвечает на этот рывок. Субтитры сделал DimaTorzok. Конфоланили, Баркер, Бронцини и Поль. Третья промежуточная премия закончилась следующим образом. В общем зачете у Тринышмидт 30 баллов. Конфоланили 27, Дали Конковска, Паллер, Ласт и Поль. Нужно что-то предпринимать Эленор Баркер. Не очень хорошая ситуация сейчас для нее складывается. Штурн с кругов до финиша тем временем остается. Ну и ждем очередной розыгрыш промежуточной премии. Тринышмидт на данный момент лидер. Но Конфоланили достаточно близко. Напоминаю вам, Конфоланили четвертый номер. Тринышмидт 15, чтобы вам проще было различать девушек. Ни Эванс, Кетти Арчи, Бальц на этой гонке не присутствуют. Лаура Кейни тоже, поэтому нельзя сказать, что все сильнейшие. Но состав боевой. Ух ты, розыгрыш промежуточной премии очередной. Бронцы не проигрывает, между прочим, этот спринт. Можно сказать, что даже несколько неожиданно. Ну а забирает эту премию Эленор Баркер. И тут же еще одна атака. Баркер 5 баллов, Конфоланили 3, Бронцинни 2 и Келли Маркус 1. Зачетный балл. И у Тринышмидта и у Марии Конфоланили теперь одинаковое количество баллов. Далее Конковска, Паллер, Ласт и Поль. Эленор Баркер лучший из тех, кто круг нарисовать пока не успел. Ну а это атака Лидии Герли. Но так легко ее не отпускает. Пошли контратакующие действия. Пока не слишком активно, пока не слишком быстро. Но если сейчас не ускорится, как минимум последний финиш Герли выиграет. Похоже, отдают его Герли. Три круга до финиша тем временем. Ну что ж, Шмидт или Конфоланили? Вот главная развязка, главная дуэль сейчас. И вот он, последний круг. Последний круг сейчас для Герли. Еще не успели на него уступить девушки из основной группы. Вот только сейчас. Герли первая пересекает финишную черту. Ну а тут Баркер. И да, Конфоланиери забирает баллы и становится победительницей. Гонки на очки. Ну что, и дождемся тогда уж общего зачета. Удержалась ли Эленор Баркер? Есть определенные сомнения относительно этого. Да, и насыщенный такой действием. Они получаются разнообразные. И девушки, и спринтеры. Мне кажется, так интереснее наблюдать за шестидневкой. Все-таки за три дня немножко приедаться уже началось. А вот сегодня такое определенное разнообразие. Продолжение следует... Что ж, ну и Мария Конфланьери победитель гонки на очки. Это мы и так знаем. А что касается общего зачета у Мнюма. Давайте посмотрим. В Камфланьери 31 балл, Трина Шмидт 30. Это как раз в гонке на очки. Конковска, Паллер по 24. Дали Ласт, Поль, Баркер, Бронцини и Герли. Что ж, сейчас у нас небольшая пауза. После чего обязательно вернемся. И будем наблюдать за мужским Кейрином. Никуда не уходите. Возвращаемся на овал в Амстердаме. Где продолжаются соревнования в рамках шестидневной гонки. Женский омниум. Сегодняшний конкретно Вита. Эленер Баркер побеждает в очем зачете. Бронцини вторая. Дарития Шмидт. Ван Ритзен четвертая позиция. Конковска пятая. Конфланери поднялась на девятую строчку. По итогам очень хорошие для нее гонки на очки. Бронцини. Бронцини. Продолжение следует. Бронцини. 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 что же теперь финал кирина все те же люди 2 километра разгон за водителем дерни за три круга до финиша водитель дерни уходит в сторонку и спринтеры разбираются между собой но обычно кто является сильнейшим спринтером тот побеждает есть чуть более выгодные позиции чуть менее выгодные сейчас по ходу будем разбираться если клей между прочим вот так вот придерживает сейчас и хогланда вот такая вот позиция почести олимпийской чемпионки полагается точнее даже я бы сказал что это не ей почесть а скорее это хогланду вот такое вот предоставляют знак уважения элист литли настоящая легенда в голландии макс ливи в отличном настроении также готовится к началу но это нильс ван хон дер дау ну и вот он нейт кох американский финишер который тут присутствует ну вот если честно давненько мы не видели чего-то интересного исполнением это родах им помимо того что он так забавно проиграл свой заезд матчевым спринте но и вот начинается эти спринтерские игры нейт кох подбадривает болельщиков призывает их сбодрится потому что сейчас будет очень быстрый заезд водитель лидер не разгоняет гонщиков до скорости 50 километров в час и и после еще три круга сами уже гонцы ускоряются до 70 а то и выше таки мы лишь пока на последней позиции в этой группе ну и вот начинаются эти подталкивания нейт кох и джоффри хугланд но отлично конечно развлекает публику нейт кох но и сейчас обратите внимание должен на следующем круге уходить водитель дерн дерни и сразу же очень внимательно друг за другом все поглядывали в итоге упустили парную атаку коха и нильс ван хундер дала ну что сумеет кох обойти ван хундер дала начинает он выходить пока внешне очень очень неплохо и кох побеждает замечательная победа здорово очень хитро обманули ван хундер дала и кох своих соперников но и пока оливий следили друг за другом да вот так разрывает на себе майку нейт кох ну и похоже все ждали этого момента когда нейт кох наконец выиграет потому что он тут настоящее зрелище настоящее шоу устроил и и Итоговый результат. Икох побеждает. Далеван Хондердал, Ливи, Хугланд, Эйлерс и Мэтью Роттерхэм замкнул эту шестерку. Ливи все еще в лидерах. В общем, в зачете у Хугланда на 6 баллов меньше, у Эйлерса на 7. Борьба тут продолжается. Но у нас пока пауза перед заключительным видом Мэдисона. Никуда не уходите. Возвращаемся в Амстердам. Возвращаемся в Амстердам, где стартует заключительный вид сегодняшней программы. Общий зачет на ваших экранах. Декет или Депофф 419 баллов. Ламптер и Калс вернутся в один круг с лидерами, как только наберут 400 очков. Грассман и Берр 235 баллов и также один круг отставания. Марги и Имхов 2 круга отставания 349 баллов. Далее Хавик Струйтинга, Морков Хестер, Ликард Муристер, Эрбстрак Реддер и Штоплер Питерс. Возвращаемся в Амстердам. Большинство команд уже на треке. Все, готово к старту. 45 минут. Вот такой вот Мэдисон сегодня предусмотрен. В рамках заключительного вида соревнований. Марина Депофф на наших экранах. И, конечно, особое внимание нужно за этой командой и командой лидеров на данный момент. А Кенни Декеттель это побрился, получается. Интересно. Обычно на удачу не бреются, но, похоже, у нее особо верят в такие приметы Кенни Декеттеля. Ну, вот у Никиты Эрбстра на наших с вами экранах. В отличном настроении находится Терпстра. И на самом деле, да, надо внимательно следить за Грассманом и Байером. Но еще внимательнее, как мне кажется, нужно поглядывать за швейцарской парой. Линхов и Марге. Заметно добавляли они последнее время. И, на мой взгляд, одни из фаворитов сегодня. Заметно добавляли они последнее время. Ну, вот он Стардан. И сразу же атака Никиты Эрбстра. И вот второй день подряд они пытаются предпринять вот такой вот отчаянный рывок. Вчера у них это сделать не получилось. Посмотрим, что сегодня. Хестер на колесе у Крэдера. Первым отвечают Грассман и Байер. Ну, и за ними подтягиваются все остальные. Вот так вот сходу не получилось. Ну, вот уже и Депо впереди. И вот так вот сходу атака не получилось. Но темп продолжает оставаться очень высоким. Граф и Мюллер. Теперь австрийская атака. Ну, вот молодцы. Австрийцы первые два дня совсем бледно выглядели. А сейчас взялись за дело. И посмотрите. Замечательная атака сейчас в их исполнении. Ну, еще немного остается австрийцам для того, чтобы дорисовать этот круг. Вот так вот. Быстрая, удачная атака. Посмотрим, что будет дальше. Ну, все-все. Можно официально говорить о том, что австрийцы с этой задачей справились. И на данный момент они лидеры этого Мэдисона. Вот так вот пока за ними никто особо не присматривал. Удачная атака. Еще раз Терпстер пытается. Вместе с Крэдером. Тут же первая команда Хавик из Труйтинга. Ну, вот две голландские команды скооперировались. И пошли вперед. Хавик вместе с Терпстером. Это очень грозная пара. Тут испанцы вместе с голландской паэрой под номером 13 пытаются эту атаку закрыть. Но вряд ли у них это получится. Лампатер, Калц, Декет или Депо пока отмалчиваются. Пока никаких активных действий в их исполнении мы не увидели. Да, похоже, получается у первой и девятой команды дорисовать круг. По крайней мере, они уже очень близки к этому. Ну, вот сейчас можно уже официально говорить о том, что Хавик из Труйтинга, Терпстер кредер сумели круг дорисовать. Испанцы, наконец-то, как давно мы не видели эту команду атакующей. Похоже, выздоровел Торрес. И теперь сейчас они вместе с Мураведри пытаются добыть преимущество. И тоже удачная, похоже, эта атака для испанцев. И, наконец-то, пошла атака. Морено Депо ускоряется Декет или готовится подхватить это ускорение. Но что, будет какой-то ответ? Много оглядывается Декет или, похоже, не верит в перспективу этой атаки. Но это не очень хорошо для испанцев, на самом деле. Им сейчас придется лишней силы потратить, чтобы довести до ума эту атаку. Продолжается. Продолжается. Мэдисон и, действительно, скорость с самого начала очень высока. Имхофф вместе с Барге пока не очень заметны. Так же, как и Лампетер с Калтсом. Декет или с Депоом попробовали уже один раз атаковать. Ничего из этого не получилось. Испанцы там, кстати говоря, догнали. Наконец-то со своей задачей справились. Так, смотрим. Граф Мюллер, Хавик Струйтинга, Терпстрак Реддер и Торрес Мораведри. Это те, кому удалось добыть преимущество в круг. Немножко успокоилась у нас ситуация в гонке. Мы ждем очередной атаки. Кто на этот раз рискнет? Но я жду активности, если честно, от Ликкорда и Мауриса, мне кажется. Могут они пойти вперед. Уж слишком сильно Лампетер Хаус и Декет или Депо следят друг за другом. Грасмана и Байера тоже не должны отпускать. Морги Имхов, да, может быть, им стоит попробовать. Посмотрим, как на эту пару будут реагировать. Ох, как тяжело Ковальчику сейчас. Чем-то очень он недоволен. Возможно, тем, что Морги Имхов вообще не выходят на смены. По-моему, что-то задумали Декет или Депо. По крайней мере, Кенни Декет или, когда передавал Морину Депо сейчас эстафету, когда расталкивал его, что-то сказал. Ну, а что он может сказать? Например, то, что через 3-4 круга давай попробуем пойти в атаку. Или спросил, как ты себя чувствуешь, готов ли на очередной рывок. Терпстер, по-моему, всегда готов. Он уже один круг отыграл, и, по-моему, это не предел. Ох, как здорово с этого ракурса смотрелась передача эстафеты. Смена выглядела действительно очень и очень круто. Да, динамические камеры, они, конечно, оживляют велоспорт, и за этим будущее, и уже, по сути, в настоящем этого более чем хватает. Вот уже минуты 3-4 у нас никаких атак. И вот сейчас, интересно, Лампатер и Калц устремляются в рывок. Моментальный контур-ответ следует, но не от Декета Ледепова. Те сразу среагировать не смогли. Лайф Лампатер. Очень и очень хороший индивидуальный ход. Калц больше по спринтерской части. Да, очень мощная атака. Но что, получится ее закрыть сейчас? Декетели очень быстро преследует. Да, посмотрите, не хотят ни в коем случае сейчас бельгийцы отпускать. Лампатер и Калц. И много сил сейчас придется Депо и Декетели выложить для того, чтобы этот рывок закрыть. Набросают, посмотрите-ка. Никто не хочет Декетели и Депоу помогать. И это может быть определенная проблема. Но нет, находятся желающие все-таки. И, по-моему, надо сейчас бросать четвертой команде. Не думаю, что дадут им уехать. Чем дольше впереди сейчас четвертая команда держится, чем больше сил они оставляют. Ну, хотя посмотрите. Полкруга преимущества остается. Может быть и получится. Ну, вот, возможно, решающий момент во всей этой гонке. Если сейчас у Лампатера и Калца не получится, то потом могут быть очень большие проблемы. Но, правда, Декетели и Депоу тоже очень много сил на дистанции оставляют для того, чтобы эту атаку закрыть. Поэтому рано говорить о том, что сейчас вот доберут и тут же Декетели и Депоу проатакуют и еще один круг преимущества завоюют. Нет. Об этом речи быть не может. Когда доберут, Декетели и Депоу тоже будут очень-очень уставшими. Ну, выше сейчас скорость у бельгийской пары и, я думаю, сейчас перестанут упираться Калц и Лампатер. Уже достаточно долго они продержались впереди и ничего хорошего из этого не вышло. Нужно бросать. Нужно бросать, пока все силы не потратили. Иначе потом могут быть уже очень большие проблемы. Да, перспективная была атака, но очень оперативно сработали. Терпстер выглядит очень здорово. И не зря Декетели и Депоу говорили о том, что этот парень опасен и то, что за ним всегда нужен глаз да глаз. Вот на второй половине шестидневной гонки он способен на многое. Добрали. Лампатер и Калца. Депо выглядит очень тяжело. И я не уверен, что сейчас он сумеет закрыть следующую атаку. А атакуют, похоже, Маргея Имхофа. А до этого еще в атаку пошли Ликхорд и Маурис. Треть Мэдисона, между тем, позади. 15 минут прошло. И уже столько ярких и интересных событий. Ждем развязки. Маурис, конечно, великолепный мастер. Отличный разделщик на шоссе. И тут на треке может стабильно держать очень высокую и среднюю скорость. По-прежнему у нас без изменений. Граф, Нуллер, Хавик, Стройтинга, Терпстер, Крэдер и Торрес, Мораведри. Это те, кто сумел добыть круг преимущества. Остальные на один круг, соответственно, отстают. Хорошо Ликхорд отрабатывает тоже. Должны они вернуться в один круг с лидерами. А у нас тем временем новая атака. Грассман и Байер. Вслед за ним Крэдер с Терпстрой. Маргий и Йимхов тоже пытаются среагировать. И это все не на руку Ликхарту вместе с Маурисом, которые еще не успели добрать основную группу. Не отпускают. Вот если атакуют десятая команда, четвертая, вторая или же одиннадцатая, моментально реагируют они друг на друга. И за счет этого никто из них не может добыть круг преимущества. И за счет этого у других появляется как раз таки возможность заработать преимущество. Заработать инициативу. Точнее, чтобы инициативу не перехватили. И пойти в атаку, на которую моментально не ответят, и добыть круг. Вот они, Маргий и Йимхов. Ну, а это Юрий Хавик на ваших экранах. Ну, что, может быть, еще один круг попробовать нарисовать Хавик со струйтингой. Это было бы совсем здорово. Так, Маурис справился. Да, справился вместе с Ликхардом. В один круг с лидерами этого Мэдисона они возвращаются. Что нам сейчас и показывают. Что нам сейчас и показывают. Что нам сейчас и показываю. Вот это является трена. Так, Маурис, говорил на ром. Граф Муллер, Хавикс Труйтинга, Терпфтрек Реддер, Торрес Мораведы и Ликхард Мауриз. На данный момент те, кто сумел добыть преимущество кругом над остальными, еще одна атака Лампатера и Калца. Внимательно проверяют они Декет или Депо, насколько те готовы оперативно реагировать, а те готовы. Внешне тяжеловато Декет или Депо смотрится. Возможно, Лампатера и Калца сумеют их так раскачать. Лампатера и Калца. Возможно, Лампатера и Калца. Субтитры делал DimaTorzok Декетеля и Депо Похоже, что-то затевают Может быть, пытаются они изобразить как раз-таки то, что им не так просто А сами готовят атаку Сейчас есть возможность перевести дух Вновь у нас пауза такая Взятая командами Кто первый ее прервет? Почему-то мне кажется, что либо Хавик со стройтинга, либо Терпсер с кредером Возможно, как раз паре они пойдут в атаку Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Испанцы Ну вот, действительно, в тени они остаются уже достаточно долго Сегодня в Мэдисоне себя уже показали Возможно, еще одну атаку готовят американцы Вот кто не заметил, но, по-моему, базовой подготовки сил немного не хватает Граф и Мюллер Про них совсем забыли Тоже ведь уже один круг преимущества у них и есть над остальными Не забывайте, пожалуйста, что борьба ведется не только за победу в общем зачете Ведь отдельно разыгрывается победа конкретно в этом 45-минутном Мэдисоне Это тоже очень престижно Вот он Крэдер Ждем, ждем мы атаку от девятой команды Хочется еще раз в Диле увидеть Терпстру И вот она атака Кенни де Кеттеле Терпстра у него на колесе Почувствовали слабость в исполнении Лампатера и Калца Те сразу не смогли среагировать на этот рывок Это очень перспективная атака Терпстра, Штоплер, Мураведри и Де Кеттеле Терпстра, конечно, большой мастер этих гонок Как здорово он умеет спровоцировать вот эту атаку Марге очень хорош Марге вместе с Имховым сейчас почти спасают Лампатера с Калцем и Грассмана с Байером Не получилось в этот раз Но в теории атака была грамотно построена И вот сейчас Грассман и Байер решают Что самое время предпринять их рывок И это опасно Это действительно опасно для всех причем Что творят Де Пол и Де Кеттеле Сколько у них сил Они все атаки сегодня закрывают Очень сильная команда, конечно А вот это совсем любопытно Потому что Морено Де Пол сейчас перекладывается к Грассману Садится ему на колесо Это парная атака второй и десятой команды Теперь уже Лампатер и Калц вынуждены вести преследование И в такой же непростой ситуации они оказываются Только тут еще у Де Кеттеле и Де Пол есть напарники по этому побегу Поможет ли кто-то сейчас Лампатер и Калц? По идее должны помогать их же немецкие соотечественники По идее должны бы они скооперироваться против бельгийской команды Но пока этого не получается Испанцы там, похоже, третьими пытаются переложиться Нет, знаете, это не испанцы Это Юрий Хавик и Вим Струйтинга Но тут все остальные тоже подъехали Но Хавик продолжает диктовать высокий темп Лампатер и Калц подключаются И теперь уже Морену Де Полу приходится закрывать эту атаку Что сделать отнюдь непросто Это Юрий Хавик и Вим Струйтинга Вновь успокоилась у нас немного гонка Лампатер Калц впереди Вроде как все контролирует Очередная атака у нас сейчас Вновь Гроссман и Байер Морену Де Полу приходится закрывать эту атаку Ну давайте смотреть В очередной раз атаку Гроссмана и Байера накрывают Остается всего-навсего 17 минут Остается всего-навсего 17 минут Остается всего-навсего 17 минут Внимательно присматриваются друг к другу В первую очередь это касается конечно вторую и четвертую Команды Декет Эли Де Полу и Лампатер Калц Сегодня они уже прилично потрепали друг другу нервы Но не этого ли мы с вами ждали В рамках шестидневной гонки Не такую ли яркую и красивую борьбу Кстати говоря Что касается конкретно этого трека То изначально Он был на открытом воздухе И только потом уже Исходя из оснований С самого овала Достроили этот центр И выглядит он сейчас очень здорово Один из самых современных Самых модных, красивых и Удобных треков Европы Дисна конечно не подходит под нормы обычные То есть не 250 метров, а 200 Но это вовсе не значит Что серьезные соревнования тут можно проводить Нельзя, потому что проводить конечно же можно Две трети гонки позади 30 минут уже продолжается этот Мэдисон Так, это интересно Ликхард поехал Маргия след за ним Нет, не рискнул Вообще швейцарская команда Достаточно пассивно проводит этот Мэдисон Ни одной яркой атаки В их исполнении мы так и не увидели Декет или Депофф уже вовсе два раза пытались А то и три Глава поторыхался один раз Но зато как Кто-то уже и вовсе Круг преимущества получил Ну вот с велосипеда Мэрэна Депоу Наблюдаем Затем как проходит Это гонка Ну и опять же Ровные, спокойные смены Но скоро совсем уже мы увидим объявление О том, что остается в районе Что остается 50 кругов до финиша Ну вот как раз буквально услышали Мои слова судьи Рисуют нам эту табличку Ну что, я думал, что Стройтинга и Хавик Еще одну атаку спланировали Но пока нет Испанцы Торрес и Мураведри Вышли вперед Но ничего не получилось Депо и Декет или, конечно, сейчас Пытаются не очень длинные смены проводить Нужно им сэкономить силы для того, чтобы Может быть даже не атаковать самим А накрывать атаки соперников Но остается им терпеть-то не так много 45 кругов Это вполне по силам удержаться Еще одна атака Мауриса и Ликхарда Лампадер-Калдс отвечает И тут же Декет или Депо Там опасная ситуация была Но внимательные все Не отпустили Никого не отпустили Струйтинга, быстро Очень хорош он во второй половине этого Мэдисона Но Адекет или Депо Хороший на протяжении всех четырех дней На данный момент Конечно, очень тяжело накрывать каждую атаку Следить за всеми Декет или Депо это понимают Но ничего им не остается Конечно, главные соперники Лампадер-Калдс Но это вовсе не значит, что не нужно следить за Градсманом Байером Или же за Маргей Имхофом А если на остальных вообще не обращать внимания То совсем скоро еще какая-нибудь команда соперников появится Например, тот же Терптер с Крэдером Или же Хавик со Струйтингой Очень такой деликатный и непростой момент Субтитры создавал DimaTorzok Терптер сейчас впереди Метти с испанской парой За 35 кругов до финиша 35 кругов это то же самое Что 7 километров То есть совсем немного уже остается До развязки этого Мэдисона Скорость очень высока И если честно Вряд ли сейчас кто-то успеет Дорисовать круг Ну а значит борьба за победу конкретно в этом Мэдисон скорее всего пойдет между теми Кто круг преимущества добыть уже успел Штоплер и Питерс Возможно одна из последних таких попыток С прицелом именно на То, чтобы Нарисовать круг Так сразу особо никто на эту атаку не реагирует По-моему Кальций и Лампатер все-таки Нашли все силы еще одну атаку предпринять Тут же Терпстра Тут же Декетелес Депова Какая яркая борьба Шесть километров до финиша Декетелес Депо Похоже сейчас накроют еще и Штоплера с Питерсом Ну и обратите внимание Чем ближе финиш Чем чаще мы видим основных команд Основные команды Фаворитов Рядом друг с другом И во главе гонки Ну если честно Мне кажется Либо Хавик со Струйтингой Либо Терпстра с Кредером Должны одерживать тут победу Посмотрим Тут тем временем австрийцы Вновь активизировались Ну и сейчас велосипеда Марина Депова Наблюдаем За происходящим Так Ну а теперь Моуриз Вместе с Ликхартом Тоже пытаются Активно себя впереди Показать Как и Грассман С Байером Они вторую половину Этому Эдисона Проводят очень активно Меньше пяти километров Тем временем До финиша остается Развязка Совсем близка Вим Струйтинга Сейчас возглавляет Основную группу Декета Ледепов тоже Тут как тут Но похоже Круг преимуществ Добыть уже не получится Еще раз Граф Мюллер Хавик Струйтинга Теребстракередер Торос Мураведри Ликхард Моуриз Эти команды Борются за победу В конкретно этом Мэдисоне Хорошая атака Моркова и Хестера Если успеют Нарисовать круг Это будет конечно Отличным успехом Марги Имхов Поехали Это конечно Против Датчан Потому что На Марги Имхова Будут реагировать И за Грассманом Байером Поехал Кстати говоря Декетели и Депов Терпстра Тут же Опять Лампа Тарыкал Прозевали Эту атаку Опять в опасной ситуации Четвертая команда Вот сейчас Вынуждены добирать Ну и тут уже Все пошли На полную Да Конечно У Лампетера Какой-то колоссальный Запас сил Потому что Он вновь Добирает Насколько уставшими Сейчас смотрятся Очень непростая Гонка Интересно Терпстр Или Кредер Будут спринтовать От девятой команды Я думаю Что точно Струйтинга В паре С Хавиком Будет Главным Финишером У испанцев Я предполагаю Что Торрес Все-таки У австрийцев У австрийцев Граф Ну и По идее Ликхард Должен Спарегом Ликхард Маурис Но не будем Забегать вперед Десять кругов До финиша Даже девять Менее Двух километров Остается Сейчас тактические Очень Игры Пошли Ликхард И Маурис Возможно Вот так Пытаются Они Завоевать Победу В этом Мэдисоне Но реагируют На их атаку Декеттель Депонг По-моему Все-таки Раскачали Лампетер С Калцем Тем совсем Уже тяжело Но за шесть Кругов Они Кругоотставания Не получат Я так думаю Пять кругов Один километр До финиша Байер Атакует В очередной раз Ближе к концовке Тоже Все-таки Сумеет Одержать Победу Тепстра Передает Эстафету Кредеру Три круга Три круга И еще одна победа Вима Струйтинга Юрия Хавика Мы вернулись Говорят они Местной публике Которая аплодировала Им еще в прошлом году Когда они держали победу В общем зачете Очень важный успех Для этой пары КОНЕЦ КОНЕЦ Отличное настроение Я думаю Хавика Струйтинга Будут по итогам Этой гонки И еще два дня Впереди Мало ли что Может произойти Бекета Ледепов Лампатер Калц Выглядят уже Немного уставшими Ну и вот они Результаты Хавика Струйтинга Побеждают Далее Торрес Мораведри Лихард Мурис Терпстрак Редер Граф Мюллер Декета Ледепов Шестая позиция Грасман Байер Седьмая Далее Лампатер Калц И Морков С Хестером Марги Имхов Десятый Штоплер С Питерсом Одиннадцатый Ну и Хувер С Ковальчиком В итоге Три круга проиграли Действительно Очень тяжело Эта команда Смотрится А так В целом Очень равные Соперники Очень равные Две команды Ну и еще раз Вспоминаем Все события дня Марк Хестер И Микель Варт Надержали победу В заезде За Дерни Эленор Баркер Выиграла Женскую гонку На выгывание Тристан Марге И Клауд Димхов Четвертый день Подряд Выигрывают 200 метров Медисон Видим Компланири Побеждает В гонке На очки Ну а Баркер Побеждает В общем зачете Ну и Хавикс Труйтинге И одерживают Победу В Мэдисоне Ну и вот Она генеральная Классификация Декет Эли Депоу Лидирует На 50 баллов Отстойт Лампат Как только 400 Они наберут Они этот круг Отставания Спишут Хавикс Труйтинга На третьем месте Уже вот так Вот как же быстро Они продвигаются Один круг Отставания От лидеров Ликард Моурис Четвертая позиция Грассман Байер Пятая Далее Марге Имхов Морков Хестер Тербстр Кредер И Граф Мюллер Какая борьба Насколько равные Коллективы у нас Подобраны Ну а что касается Завтрашней программы Она на ваших экранах Очень интересные виды Женское Гонка на выбывание 75 кругов Скретча Вот так вот Неожиданно Самый длинный круг Спринтерские финалы Кейрин Матчевый спринт Ну в общем Все то Что мы с вами Любим смотреть Что ж На этом Наша сегодняшняя Трансляция Подходит к концу Завтра в 22 30 по московскому Времени В 20 30 по центральноевропейскому Смотрите нас Вновь на телеканале Евроспорт 1 Сегодняшняя же Наша трансляция На этом завершается Для вас Работал звукорежиссер Михаил Риполов Ваш комментатор Атарма Мачашвили До новых встреч Пока Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова